Начну с того, что всю систему британского среднего образования можно разделить на две категории. Вот такие маленькие уютные улочки в Оксфорде. Наши с вами родительские инвестиции в своих детей могут обеспечить как светлое будущее ребенку. Давайте с вами поговорим о дополнительных статьях расходов о каждой отдельности. Класс стандарт это Мерседес Е-класс. Вполне даже неплохо. Оксфорд это город велосипедов. Смотрите сколько велосипедов. Это с учетом того, что пожалуйста не надо смеяться. Вот результат. Мы двухминутные пробежки под дождем. Привет друзья! С вами Адиль Ермеков, специалист в области среднего и высшего британского образования компании Мариати. Я сегодня приехал в Оксфорд. В легендарный студенческий город. Свой любимый город. Один из любимых городов. Приехал на встречу с нашими партнерами. С частной английской школой Сент-Клэрс в Оксфорд. Приехал немного раньше намеченного времени. И решил воспользоваться этой возможностью, чтобы покататься. А может быть даже погулять по городу. Вместе с вами хочу вас пригласить это сделать вместе со мной. Камера 360. Поэтому максимальный возможный эффект присутствия вам должен быть гарантирован. А пока мы с вами гуляем, давайте поговорим по теме стоимости обучения в Англии. И в частности в английских школах-пансионах. Желающих получить британское образование или дать британское образование своим детям очень много. Миллионы людей хотят это сделать. Но, к сожалению, не все могут осуществить эту мечту, это желание. По одной простой причине. Образование в Англии не дешевое. Сравнительно не дешевое. И вот как раз об этом я хотел с вами сегодня поговорить. Так что садитесь поудобнее. Будет интересно. Начну с того, что всю систему британского среднего образования можно разделить на две категории. Первая категория это обучение на дневной основе. И вторая это обучение на пансионе. То есть вместе с проживанием непосредственно в самой школе. Наши клиенты в основном, конечно, интересуются пансионным обучением. Потому что не имеют возможности приехать вместе со своими детьми в Англию и вместе с ними жить. Обе категории по понятным причинам стоят по-разному. Поэтому давайте поговорим о них отдельно. Перед тем, как переходить к цифрам, я хотел сделать небольшое отступление. Любой любящий своих детей родителей в той или иной степени, в меру своих возможностей, конечно, делает вложение в своих детей. Вложение ресурсов. Это могут быть временные ресурсы и, конечно, денежные. Наши с вами родительские инвестиции в своих детей могут обеспечить как светлое будущее ребенку, так его и угробить. И об этом стоит всегда помнить. Теперь перейду к цифрам. Начну с обучения на пансионе. Разброс цен 28 тысяч английских фунтов тире 45 тысяч фунтов в год. Итан Колледж, например, стоит 43 тысячи фунтов в год. В долларах по сегодняшнему курсу это будет примерно 38 тысяч тире 60 тысяч в год. В евро, я думаю, 32 тысячи тире 50 тысяч. Чем младше ребенок, тем стоимость, как правило, меньше. Потому что в старших классах количество детей в классе меньше. Дневное обучение. Разброс еще даже более существенный. Из-за того, что младшие классы, которые вообще не принимают на пансион, порядком дешевле старших. Разница в отдельных случаях может быть аж в два раза. Примерно от 12 тысяч фунтов в год до 30 тысяч фунтов. Дневное обучение. Хочу добавить еще одну важную вещь. Оплачивать не обязательно за весь год вперед. Можно оплачивать по триместрах. А в году три академических триместра. Во всем, конечно, есть своя золотая середина. И обучение в частных английских школах не является исключением. Диапазон 33-38 тысяч фунтов. В этот диапазон попадает большинство достойных внимания школ. Будут ли дополнительные расходы? Да, дополнительные расходы будут. Но их уже будет немного. И они будут несущественными по сравнению с общей стоимостью самого пансионного обучения. В стоимость частных английских школ включено практически все. За редкими исключениями. Это, конечно, и сама программа обучения. Это и проживание полный пансион. Это и всестороннее развитие детей. В хороших английских школах список возможностей для этого всестороннего развития очень большой. Речь идет о кружках, факультативах, по интересам спортивных секций, клубов и так далее. Возможны ли скидки? Да, возможны. Но в Англии это крайне редкое явление. Из-за популярности британского среднего образования. Если у школы есть дефицит спроса на столь популярный продукт, как среднее британское образование, то значит у школы что-то не в порядке. Это что-то может быть совершенно незначительным, а может быть и наоборот. Мы в Мариаде знаем все школы и колледжи, которые потенциально могут дать скидку иностранному ученику. Но я бы предпочел не разглашать эту информацию на общедоступных ресурсах. Если вам будет интересно, расскажу при нашем с вами личном знакомстве. Ребят, я все же решил остановиться и погулять по Оксфорду на своих двоих. Тем более, что погода позволяет и тем более, что в историческом центре города нельзя ездить на машине в определенное время. Я как раз приехал в Оксфорд в это неудобное время. Сегодня обещали грозу, но вроде небо голубое, тучки серенькие, но не похоже, что они дождевые и грома не слышно. Остановился в самом центре, в самом возможном центре, рядом с Тринити колледж, мимо которого мы сейчас скоро с вами будем проходить. Вот такие маленькие уютные улочки в Оксфорде. Можно по ним с удовольствием гулять, даже во время карантина, но соблюдая социальное дистанцирование. Вот так. Давайте с вами поговорим о дополнительных статьях расходов, о каждой отдельной. Наверное, одна из самых основных и существенных статей будет связана с передвижением студента, школьника во время каникул. Все дело в том, что в Англии очень много каникул, больше, они чаще происходят, чем, скажем, в российских школах. И во время каникул нужно уезжать домой, то есть это трансферы из школы до аэропорта. Чем дальше школа находится, тем дороже будет этот трансфер. Ну и, конечно, авиаперелеты. Сказать вам даже примерно, сколько может стоить трансфер, я не могу. Все это будет зависеть от расстояния. Могу сказать только одно, что трансферы в Англии не дешевые. Скажем, чтобы приехать из Виндзора, откуда я сегодня приехал, у меня это заняло примерно 40-50 минут, за это нужно будет заплатить, ну, наверное, в районе 120 фунтов в один конец. Так, чтобы для общего представления. Конечно, здесь я не могу не упомянуть о том, что в нашей компании есть собственное транспортное подразделение с небольшим автопарком, машинами самого разного класса. Все водители русскоговорящие, лицензированные. Класс стандарт, это Mercedes E-класс. Вполне даже неплохо. И наши расценки дешевле бондонского такси, ну, скажем, где-то в полтора раз. Очень атмосферно здесь, вам не кажется? Далее это услуги опекунства. Не знаю, в курсе вы или нет, в Англии наличие опекунов у детей, учащихся в английских частных школах на пансионе до 18 лет. Это обязательная услуга. У нас тоже есть своя собственная опекунская компания. Тоже все русскоговорящие опекуны. Стоимость триместра опекунских услуг в нашей опекунской компании на момент съемки этого видео всего 540 фунтов. Общая рыночная стоимость, можете сами провести маркетинговое исследование и меня проверить, будет где-то в области 1000 фунтов один триместр. О опекунских услугах, что это такое и зачем опекуны нужны, я рассказываю в отдельном видео. Если не забуду, поставлю ссылку в подписи к этому видео. Обязательно посмотрите. Нужно ли будет платить дополнительно за какие-то факультативы, клубы или спортивные секции? Скорее всего, нет. Но все будет зависеть от того, какой клуб или факультатив вам нужен. В хороших английских школах список этих возможностей, которые уже входят в стоимость, стоимость обучения, общую стоимость, он огромный. Но все может быть. Может быть, вы хотите индивидуального инструктора по верховой езде. И это может стоить дополнительно в школе, даже если в школе есть собственная конюшня. За учебники, скорее всего, платить не нужно будет. Но во многих школах школьная форма стоит дополнительно. Я не знаю, в курсе вы или нет, в частных, классических, традиционных английских школах школьная форма до старших последних двух классов обязательно. Стоимость школьной формы будет где-то в районе 300 фунтов. Но это полный комплект. Начиная от брендовых школьных носков, кончая спортивным инвентарем, ну и, конечно, самой школьной формы. Смотрите, в какое место я забрел. Вот вам Оксфорд во всей своей загадочной красе. Университет, которому почти тысячи лет. Amazing. Во время каникул, как я вам уже говорил, школьники должны уехать со школы, поехать домой или к своим опекунам. Но некоторые школы предлагают дополнительные, необязательные по желанию экскурсии или школьные поездки, возможно, даже в другие страны. Это могут быть тематические поездки. Например, класс по географии едет в Исландию изучать вулканы и гейзеры, к примеру. И эти поездки будут стоить дополнительно тоже. Но школа на этом не зарабатывает. Если это поездка по Европе, если это групповая поездка, то она будет совсем недорогая. Как я уже сказал, принимать участие в этих поездках не обязательно, но мы всегда рекомендуем нашим подопечным не ехать домой, а ехать вместе со своим классом в такие тематические поездки, потому что многие из которых потом остаются в резюме. Оксфорд – это небольшой город. Я лично люблю небольшие города. Именно поэтому я живу в Виндзоре, а не в Лондоне. Я понимаю, что это очень индивидуально и кому-то нравятся большие города, а кому-то маленькие. Но вы знаете, в Оксфорде, в некоторых местах ты чувствуешь эту какую-то деревенскую, сельскую, уютную атмосферу. Как, например, я забрел на эту улочку тишина, спокойствие. А в других местах я себя ощущаю, как будто я нахожусь в Лондоне, в таком большом городе, где постоянная тусовка, постоянная движуха. То есть Оксфорд – это такая комбинация, два в одном. Деньги на карманные расходы – ну, ребят, это вообще вопрос очень индивидуальный. Детям сколько ни дай, они все потратят. Можно сказать, что 100 фунтов хватит на неделю, кому-то 1000 фунтов будет мало. Поэтому здесь я даже близко вас не могу сориентировать. Могу сказать только одно, что, в принципе, стоимость пансионного обучения в английских частных школах покрывает, ну, все необходимое для комфортной жизни студента. Это трехразовое питание, как было упомянуто ранее. Это весь досуг практически, в том числе и выходные дни. Даже между завтраком, и ужином, и обедом можно подкрепиться в школьной резиденции на кухне, потому что предоставляют все для этого необходимое. Можно сделать себе тост, намазать его джемом, поесть фрукты, хлопья и так далее. Ну, детей оставлять без денег вообще тоже я не рекомендую. Единственное, я не советую давать наличные. Пусть ребенок приезжает в Англию с карточкой своего папы или мамы, но чтобы все было под контролем. Вы понимаете, о чем я, да? Дал свою кредитную карточку и сказал, что партия пустит меня в номер. Оксфорд – это город велосипедов. Смотрите, сколько велосипедов. Это с учетом того, что сейчас лето, и все студенты на каникулах. Все равно велосипедов очень много. Во время учебного года просто сотни, тысячи велосипедов на улицах Оксфорда. Очень сложно водить, потому что велосипедисты, как мы все знаем, постоянно лезут под колеса, и нужно быть на чеку. Всегда на чеку. Еще один такой важный момент. Практически все частные английские школы требуют оплату возвратного депозита, или так называемого страхового депозита. Обычно в школах размер этого депозита равен стоимости одного триместра. Бывают исключения, но они достаточно редкие. Чтобы вы понимали, этот депозит возвращается после окончания обучения, либо после расторжения контракта со школой с уведомлением в один триместр. Но об этом стоит помнить, что нужно будет заплатить страховой депозит. Смотрите, какая узкая улочка. Street Helen Passage. Уже не придумаешь. Давайте по ней пройдем и узнаем, что на другой стороне это улочки. Я ни разу здесь не был. Для меня это тоже открытие. Так, и начался дождь, поэтому дальше мы не пойдем. Вот вам английская погода. Мы сейчас с вами побежим в машину и вы будете надо мной смеяться. Так, вот вам английские синоптики. Обещали в 4 часа дня грозу и дождь. Весь день было яркое солнце. Реально яркое солнце. И вот, что сейчас. Класс! Ну, летний дождь, не холодный. Такой тропический. Наверное, всю линзу уже залило. Я пока выключать не хочу. Хочу посмотреть, какой будет эффект меня, бегущего под дождем. Пожалуйста, не надо смеяться. Вот результат моей двухминутной пробежки под дождем. Я не думал, что это надолго. Надеюсь, что он скоро закончится. И я продолжу свою съемку. Давайте будем надеяться вместе. Пока я выключаюсь, мне нужно немножко подсушиться. Отчего же зависит стоимость частных английских школ? Она может зависеть от самых разных факторов. Размер классов, например. Как вы считаете, есть разница, если ваш ребенок будет учиться в классе из 22 человек или в классе из 8 человек? Я считаю, разница очень большая. Или расположение школы тоже может повлиять на ценовую политику самой школы. Некоторые родители с целью экономии отправляют своих детей на обучение куда-нибудь далеко на север. А в конечном счете эта экономия оказывается неоправданной. И даже приходится родителям платить больше, чем если бы они отправили своего ребенка в школу, рядом находящуюся с Хитроу или Гатвиком. В Англии очень много каникул. Постоянные трансферы это дополнительные расходы. Приходится очень часто летать. Также стоимость может зависеть от оснащения школы, от возможностей школы всесторонне развивать детей, от базы школы. Не только академическая база, это может быть и творческая база, это может быть и спортивная база. Условия проживания. В комнате может жить шесть человек, детей, либо живут по двое, в старших классах по одному. В комнатах есть свои удобства или их нет. Кто является хозяином школы, тоже может повлиять на стоимость. Если у хозяина школы какое-то акционерное общество, много акционеров и ценовая политика определяется именно этим акционерным обществом, стоимость может быть скажем, дороже, чем в школе, у которой всего один хозяин. Ну, вроде бы все. Надеюсь, вам эта информация окажется полезной. На наших YouTube-каналах еще много подобных видео. И не только по теме среднего британского образования, но и высшего в том числе, и языковые программы, и не только в Великобритании, но и в других странах тоже. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии, связывайтесь с нами, оставляйте заявку, все необходимые ссылки вы найдете в подписи к этому видео. Все наши консультации абсолютно бесплатно, так же, как и помощь с выбором и дальнейшим поступлением. Я с вами прощаюсь, до новых встреч в следующих выпусках. А мне пора уже ехать навстречу. Всего вам доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok